Здравствуйте, в эфире программа «История республики» и у микрофонов Максим Курников и Рустам Хазиев, доктор исторических наук, профессор Башгу, научный куратор исторического парка «Россия. Моя история». Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Мы начали говорить о НЭПе в прошлой программе. Мы поговорили о том, как это явление появилось в стране непосредственно здесь, но пообещали мы поговорить о НЭПМанах, об этом новом явлении, которое вот появилось здесь благодаря этой самой новой экономической политике. НЭПМан – это, в общем, бизнесмен. Правильно или нет? Или это слишком упрощенная трактовка? Нет, не упрощенная. Применительно к тому периоду времени можно его назвать бизнесменом, но мы с вами остановились на таком интересном вопросе в той передаче. Кто такие НЭПМаны, как их позиционировали? Я говорил, их высмеивали. В газетах, плакатах, агитаторы. Толстяки, которые, значит, едят, пьют. Пьют и ничем не занимаются, а только наживаются, но непосильным труде этих толстяков как бы не принято было говорить. Это понятно. Но на самом деле, я правильно понимаю или нет, таким образом советская власть во многом, если что, готовила в любой момент удавку, которую можно было накинуть в лице этого общественного мнения. Я вам сейчас про эту удавку расскажу. Помните, я вам говорил о двоязычии? Да. Внутри партии одно, а снаружи другое. Да, и при том в узком круге порой людей внутри партии, в узком круге людей говорили истинное понимание того, что происходило. Вот у Преображинского, одного из достаточно ведущих деятелей того периода времени, у него состоялась очень интересная встреча с одним из иностранных деятелей коммунистического движения. Вот, к сожалению, в источниках вот и не прописано, вот с кем он встречался. Есть такое понимание, что он в Сирате встречался. Ну, это предположение. Зафиксирована была его очень интересная оценка. А кто такие Непманы? Вот Преображинский, например, вот в таких даже конфиденциальных беседах внутри партии говорил, а вы знаете, Непманы при Советском строят малоимущие. Он называл их животными, которых откармливают, которые набирают вес. Он, в частности, говорил, Непманы — это мурены. И римские патриции с муренами что делали, когда они набирали вес? Вот придет час, пускай сейчас эти мурены в бизнес-конкурентной борьбе друг друга пожирают, а вот когда придет час, мы словим громадный улов, и этим муренам все выходы перекроем. Вот так и Зобски, но, тем не менее, он четко определял их статус, их положение, вообще их судьбу. Но сами Непманы задумывались об этом или не задумывались. Сложный вопрос. Судя по тому, что даже в 29-м году предпринимались попытки открыть и открывались на какой-то малый период времени частные заведения, то людьми двигала вера то, что бизнес можно делать в этой стране, даже находясь под вот таким жестким контролем государства. Я думаю, что если мы обратимся к литературе, ну особенно к Ильфу и Петрову, то мы увидим, что многие Непманы понимали, к чему идет, и свой путь выхода из ситуации видели такой перевод капитала за границу. Ну нет, ну нет. Ну о каком капитале за границу можно говорить об, например, Непманов того периода времени нашей республике? Ну нет, конечно. У них не было таких денег. Вряд ли где бы они нашли возможность, ну если это только не какой-то маленький единичный случай перевезти в швейцарские франки и в драгоценности и так изощриться. Тогда можно было найти возможности выехать в Китай по коммерческой линии, пока как бы границу не закрыли. Но это, сами понимаете, привязка к тому, где ты живешь, и не было того количества капитала, чтобы рассчитывать на безбедную жизнь. Корейка у нас здесь не было. Нет. Вы мне можете... Кто были уфимские Непманы? Вот это я вам расскажу, я вам даже источник назову. Дело в том, что вот эта бизнес-эпоха или эпоха частного капитала, периода Непмана, характерна была еще и тем, что их изучали. И в Москве в фондах Государственного архива экономики сохранился уникальный фонд. Он, кстати, был предназначен как ненужный для сожжения, но добрая воля архивистов вот сделал так, что он сохранился и нам очень помогает. Это фонд «Кредитбюро». На самом-то деле вот это «Кредитбюро» собирало досье, и там есть уникальная коллекция собранных досье на целый ряд Непманов Башкортостана, которые занимались как торговлей, так и производством. И поэтому, исходя из этого досье, мы с вами имеем возможность вообще судить, а кто они были, о чем они занимались. И вот Урало-Башкирская контора «Кредитбюро», она содержит живые свидетельства на бизнесменов Большей Республики. Мне понравилась одна история, это бандарных дел высочайшего уровня мастер Курамшин Искандер Исмаилович. Был такого уровня мастер своего дела, что… с дореволюционным стажем, кстати, что с 1904 по 1913 год он при мудрости своей профессии осваивал во Франции, Англии, Америке и в других странах. Вот так вот. И, конечно, он сделал себе бизнес-карьеру в период новоэкономической политики, и капитал его составлял 40 тысяч рублей. И не только на заемные деньги ввел бизнес, но и что-то у него сохранилось еще с предыдущих времен. Но вот он был неким исключением из правил. Если задаться вопросом, кто в бизнес пошел? Бывшие или нет? И в самих партийных органах порой за голову хватались. Безмессменами новой эпохи, или, как их называли, красными купцами, стали те, кто поддержал советскую власть, кто выступал за нее. Приблизительно в процентном отношении предпринимателей старых дореволюционных было где-то 15-18. А остальные все были генерации людей, принявших и на ура поддержавших советскую власть. А есть ли какие-то свидетельства, которые говорят о чиновниках уже советской власти, которые вот еще немножко нэпманы? Есть. И прежде всего это различного рода жалобы, которые потом подтверждались, проводимые расследования, когда не напрямую, но занимались лоббированием, совершали проступки. Банкеты, выезды на природу, принятие нужных решений по льготному налогообложению и целый-целый ряд других различного рода ухищрений, которые соответствующим образом оплачивались. А вот чтобы через вторых или третьих лиц были вовлечены в бизнес-производство, то прослеживается мало, но через родственников, близких родственников. Некое такое негласное было патронирование, и опять-таки в ЧК существовал специальный отдел, который именно отслеживал нэпманов. И сохранились документы, которые еще 10 лет тому стали достоянием гласности, но правда не по Башкортостану, а по Ульяновской области, где говорилось о том, что целый ряд партийных деятелей, но среднего звена, не высшего звена, а среднего звена, в тех или иных формах принимали участие в бизнес-деятельности, в том числе и через подставные лица. Возвращаясь к портрету Непмана здесь в Уфе, что мы еще можем о нем сказать? И самое главное, мы понимаем, что пропаганда очень много делала для того, чтобы он воспринимался как такой, если не враг общества, только комар на теле общества, который... Комар на теле общества, кровопийца, который наживается, хорошо живет. Попаганда работала, насколько действительно Непманов так воспринимали, и все-таки чуть побольше о портрете Непмана здесь в Уфе. Конечно, работала, но каких-либо эксцессов не наблюдалось. Удивительное дело, облегчение жизни, оно не сопровождалось какой-либо классовой ненавистью, борьбой. Были отдельные эпизоды бытового характера, в судах разбирались, но такие, вы знаете, вот факты сугубо взаимоотношений между соседями, которые что-то не поделили. Был судебный процесс на основе уголовных заведенных дел, а вот массовое доносительство по тем документам, которые отложились в архивных фондах, не наблюдалось. Другое дело, что была инспекция различного рода, и различные службы финансовые, административные, чекисты работали, которые соответствующую информацию, достаточно качественную, как можно судить о документах, а не специально какую-то там фальсифицированную о истинном положении дел, которое творилось в бизнес-неппетской среде, доносили наверх. Я вот думаю, я вот думаю, что за исключением филитонов, жалоб в газете, праведного спланированного или не спланированного гнева по газетам, очень трудно судить, было бы намного больше, если бы, например, достоянием публики становилась бы закулисная жизнь непманов, если бы такая, вы знаете, лавина бы обрушилась, как сейчас что-нибудь по телевизору показали, когда народ страдает, а когда государственные предприятия, переведенные на хозрасчет, не выдерживают конкуренции, закрываются, рабочие не могут найти работу, вынужденные на бирже труда, и когда вдруг в социалистическом государстве начал побеждать принцип конкурентной способности, а если ты нужен, без работы не останешься, тебя Непман с руками-ногами оторвёт, и ты там, если ты мастер золотых рук, но ты где-то самореализуешься, ах, ты никому не нужен, и у тебя олимпинское сознание, ну да, возможно, вот некие такие, они были, не то что возможно, вот некие такие маргинальные проявления во всём виноваты Непмана, конечно, были, и в дозированной форме этого власть поощряла. Ну а что касается идеологического, нелицеприятного формирования имиджа нелицеприятного Непмана, то это было постоянно. То бы в случае необходимости потом не только Непманов, но и вообще весь формат жизни, который был сверстан, ну и в принципе население устраивал, потом и заодно уже к невоенному коммунизму в период утверждения статаллинизма снова привезли. Знаете, вот этот процесс, он не однолинейный, он достаточно сложный, многогранный, но ещё раз я вам говорю, и это я неоднократно читал в источниках как личного происхождения, так и в жизни уфимских мещан. И вот этого слова-то не надо бояться, но можно его заменить потребителей, а также где это было возможно градусам ощущения крестьян выявить, и особенно рабочих, которые находились в несколько стеснённых обстоятельствах по сравнению с другими категориями населения, то Непм в лучшей степени воспринимали как условия жизни по сравнению с военным коммунизмом. Ну это понятно, конечно. Я тогда вот что пытаюсь понять. Если у нас есть списки, у нас есть статистика, то в каких сферах деятельности Непманы как раз проявили себя наиболее успешно? Торговля. Здесь два момента. Быстрые деньги, оборачиваемость быстрая, не нужно во что-то вкладывать. Да, с торговлей я всё прекрасно понимаю. А производство чего тогда? Они что, торговали только то, что производило государство? Наверняка нет. Нет, нет, нет. А в чём они себя тогда? И также производство товаров широкого потребления, производство которых не требовало наукоёмкого для того периода времени производства затрат и вложения денег. А что касается предприятий крупных, не говоря уже об оборонного комплекса, это, конечно, всё находилось под жестким контролем государства. А были ли какие-то особенно успешные Непманы, которые после первых двух-трёх лет Неппа действительно поверили в то, что Неппы-то навсегда или как минимум надолго, и начали вкладываться в какие-то очень крупные производства, может быть, даже какие-то небольшие заводы? Были большие заводы. Очень трудно Максиму ответить. Хотелось бы, например, сказать, да, поверили. Вообще, что касается верили-не верили, но не осталось у нас каких-либо... Не, ну, если они вложили большие деньги во что-то, да, если они вложились в столицу завода, значит, они верили, что они успеют его окупить. Максим, я ещё раз вам говорю. Вы можете себе поверить, что люди жили здесь сегодня и сейчас и особенно не занимались вопросами политэкономии? Вот идёт и идёт. Не делали каких-то маркетинговых исследований, не проводили. Были, может быть, какие-то думки, что вот да, дали нам возможность, и они ещё попадали в объятие той среды обитания, которые они оказывались, когда опять срабатывала вот эта наша российская... Небось, пронесёт. Потому что, ну да, кого-то прижимали, но в канцлегеря они сажали, не отправляли. Пока. Да, и жизнь, она, вы знаете, была, хотя и были они политическими лишенцами, но не было наступления государства тотального на их права. Они думали, что ну как-то смогут ускрестись и с государством найти общий язык. Ну удавалось же в 22-м, 23-м, 24-м, 25-м. Ну а почему бы и нет? Когда пришёл 28-й год? Во-первых, как было принято решение с НЭПом закончить? А во-вторых, как это воспринимали НЭПоманы? Этот процесс был медленный. Процесс медленного наката. И когда говорят там какого-то числа, какого-то года, там в таком-то каком-то партийном документе, но это была точка отсчёта, шлагбаум моментально не опустили. Например, сельская местность и проявление частной инициативы фиксировалось вплоть до 32-33-го годов. Это были так называемые, никем не учтённые, корабейники. Торможение НЭПа в связи с высоким налогообложением началось в конце 20-х годов. То есть просто налогами с души? Да, да. Потом уже административное наступление на НЭП, это уже в начале 30-х годов. Бизнесменам стало быть невыгодно. Очень сильно налогообложение было увеличено в 29-м году. И что с ними стало? Закрывали. Многие накупили хорошие дома, например, стоимостью в Уфе 10-15-12 тысяч. Закрывали, как положено производство, без каких-либо претензий к ним. Кто-то в бега вдарялся, кого-то судили, кого-то были недоимки, но никого не расстреливали, потому что это невозможно было. Закрывали свои дела цивилизованным путём в большей степени. Ну а потом приспосабливались к жизни и думали лишь бы то, что нажитое, не реквизировали. Не было массовых реквизиций, например, наподобие тем, которые случились после октября 1917 года. Массовые не в отношении населения как такового, здесь тоже нужно правильно понимать, а массовые в отношении награбленной. Не было. Поэтому то, что успели сохранить, то это удалось сохранить. Но за исключением некоторых случаев, ну просто вопиющие демонстрации артефактов, которыми они тогда могли публику травить, скажем так. Шокировать, да? Ну травить, потому что я вам говорю, из источников, и когда некоторые, вы знаете, знай наших, пусть соседи Пахомова умрут или нам завидуют. Ну то есть это вот этот уровень такого бытового, роскошества. Насколько НЭП вот закрепился как период какого-то благополучия в массовом сознании? Потом? Да. Боялись о нём говорить? То есть о нём просто старались не говорить, да? Да, старались просто не говорить. Его идеологизировали в учебниках, как только вышел краткий курс историка ПСС. То есть это официальная версия существует, и всё. А как официальная версия о нём говорилась? Сухо. Безстандартизировано. Из-за компартийных документов. Скучно, но всё, что можно было узнать о НЭПе, что из себя представляла новая экономическая политика, помимо трёх букв, НЭП, например, вот в частном изложении, в промышленном, прежде всего, бизнес-изложении, всё это спрятано было в спецхраны. Те же самые, например, рекламы того периода времени. Вы знаете, что я вот встречался с людьми, уже ушедшими в мир иной, которые говорили, что они шок испытывали, когда там в 50-х, 40-х годах у кого-то дома оставалась книга, они смотрели, ой, как вот интересно жили. Вот это неожиданное открытие того периода времени, но и тут же далеко на полку убирали. Были свидетели лично, с которыми я встречался по этому поводу. То есть лично у меня, например, вот этот период советской жизни, я не знаю, могу ли я микрофон передать, вот этот тон, он по сравнению с тем, что было до, и по сравнению с тем, что стало потом, но это достаточно такая яркая история существования советского государства, харизматичной где-то, в хорошем смысле этого слова. И я никоим образом не говорю, что вот надо было как бы возможно на этом остановиться. Но мы сейчас что угодно с вами можем придумать задним умом, да и с точки зрения исторической ретроспективы в оценках прошлого. Но то, что это было очень яркое, светлое, необычное, на контрасте до и после, это да. Ну что ж, я напомню, мы говорили о НЭПМАНах в Уфе, о НЭПе, о том, как он закончился. Мы говорили с Рустамом Хазиевым, доктором исторических наук, профессором Бажгу, научным куратором исторического парка «Россия. Моя история». До свидания. До свидания. Продолжение следует...